Депутат парламента трех созывов, глава фонда Гейдара Алиева, заместитель правящей партии Эни Азербайджан, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским отношениям, президент Федерации гимнастики, посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН, она возглавляла комитет по проведению Евровидения в 2012 и Европейских Игр в 2015. Казалось бы, на хрупких плечах первой леди Азербайджана и так лежит непомерная ноша. А новое назначение первым вице-президентом Азербайджана – это дополнительная ответственность. Но власть в этой стране всегда была семейным бизнесом. Должность вице-президента была учреждена после внесения изменений в Конституцию страны в сентябре на всенародном голосовании. Согласно поправкам, при досрочном уходе президента до избрания нового его полномочия исполняет первый вице-президент. В течение срока полномочий вице-президент неприкосновенен, не может быть задержан, привлечен к уголовной ответственности, подвержен обыску. Но что важнее, обладает широкими политическими полномочиями. Например, представлять страну на высшем уровне и заключать международные договора. Иными словами, это полноправная вторая фигура в государстве. Насколько законно подобное назначение. Хадиджа Исмаилова, азербайджанский журналист, автор многочисленных расследований о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Она одна из немногих, кто может во всеуслышание говорить о первой леди. Несмотря на то, что после публикации о семейном бизнесе президента, полтора года провела за решеткой и до сих пор не может выезжать из страны. В новом назначении Хадиджа видит ряд проблем с законодательством. Во-первых, в Азербайджане есть законодательство о борьбе с коррупцией, которое исключает непотизм. Во-вторых, назначать собственную супругу на нижестоящую позицию незаконно. Проблема с бизнес-деятельностью первой леди. Ее бизнес-деятельность уже конфликтовала с ее позицией в качестве члена парламента. А Мехрибан Алиева, ее имя указано в документах в офшорных компаниях как секретаря и совладельца компаний. Мехрибан Алиева никогда не скрывала желание быть у всех на виду. Она – видный представитель семьи Пашаевых, одной из самых влиятельных и состоятельных в стране. Члены семьи имеют высокие посты в правительстве и академическом сообществе. Ее отец – ректор Национальной академии авиации, дядя – замминистра иностранных дел, сестра – ректор филиала МГУ в Баку. Пашаевы занимаются строительством, недвижимостью, связью и финансами. Экономическими ресурсами эта семья пользовалась достаточно широко. Вплоть до того, что, например, Паша Холдингом был построен отель Four Seasons в центре города, для чего они разрушили часть городской стены, которая была возведена в X-XI веках. После замужества перед Мехребан открылись новые возможности. Об их реализации много говорилось в докладах Викиликс и Панамском архиве. Но успехов в бизнесе первой леди стало мало. Появились политические амбицины. Правда, многие сомневаются, что у Алиевой для столь серьезной должности хватает опыта. О политических знаниях Мехребана Алиевых было подробно рассказано в телеграммах «Викиликс», о том, что американские дипломаты порой удивлялись тому, что она не следующая в обычных вопросах международной политики. Но не это главное. А главное в новом назначении – укрепление власти правящей семьи. Управление государством теперь официально их семейное дело. Ситуация настолько абсурдна, что очень трудно даже объяснять это как-то логично, потому что официально Азербайджан все еще является республикой, хотя де-факто уже говорить о республике, в стране, которой правит семья, будет уже очень трудно. Среди других изменений в Конституции – отмена возрастного ограничения для кандидатов в президенты Азербайджана. Возможно, и эта поправка в свое время сыграет важную роль и откроет путь к власти сыну Ильхама и Мехребан Алиевых, который пока учится в дипломатической академии, которую, кстати, возглавляет его родной дядя. Дарья Ализаде. Настоящее время.